дорогие друзья я вас приветствую и это видео начинаю своего балкона где у меня некоторая рассада уже закаляется последние дни у нас москве очень тепло на балконе температура держится где-то 20 19 градусов но ночь пониже но как вы видите сами рассаде очень нравится в общем держу балконную дверь на всякий случай постоянно открытая на кухню чтобы ну хоть какой-то приток теплого воздуха из квартиры шел больше меня конечно полнуют ночные температуры но хотя в принципе рассада чувствует себя очень комфортно естественно окна не открываю так ну и давайте сейчас покажу что же у меня здесь гуляет конечно это капуста цветная брукколи и белокочанная лук-порей на балконе он прямо окреп весь пристал вот уже какой толстенький стал уже стригу его неоднократно я не знаю раза три наверное уже подстригала может быть даже и четыре с той целью чтобы он не заваливался поэтому вот сейчас вся рассада на как солдатик стоит так дальше что у меня здесь конечно же мои петунии которые мне в этом году очень нравятся вчера я их прищипнула и вот в таком состоянии они сейчас находятся кстати здесь у меня на всякий случай стоит еще такая свечка просто я ее вечером иногда зажигая но тоже она дает какое-то тепло в общем хотя это не обязательно я уже говорил что температура здесь достаточно для рассады вот ну так для самоуспокоения дальше мои цинии ну вот что я хочу сказать цинии конечно у меня всегда вытягиваются в принципе наверное в следующем году я их попробую посеять в теплице возможный результат будет лучше нет они сейчас в состоянии конечно не критично то есть пока не падают но более того это высокорослый сорт достаточно невысокие но я думаю что если бы все-таки в квартире жирковатый если бы была температура немножко прохладнее они наверное были более такие приземистые но опять же я говорю у меня утра сада цини она каждый год такая и нормально в общем потом после высадки стебельки утолщаются и все нормально они цветут в общем себя прекрасно чувствуют это георгины георгины однолетники в этом году у меня махровый такой сорт не знаю что выйдет в общем по факту как будут свести если конечно не обманули производители семян а о чем мы еще сейчас с вами обязательно поговорим ну такие вот георгины чеки кстати ничего не вытягиваются вот они у меня стояли все в комнате под лампами но когда погода наладилась я в общем решил пожертвовать даже подсветкой и решила их вынести на балкон на балконе у меня нету фитоламп вот ну собственно говоря нормально я думаю что такое немножко прохладнее условия даже пошли на пользу света видимо им хватает так как принципе по их состоянию я не могу сказать что они там желтеют или что-то с ними происходит так и вот этот вот вот в этой ложечки у меня львиный зев тоже дружная рассада уже выпускают по второму листику вот и прекрасно себя также ощущают так и переходим значит вот к этой к этому лоточку и здесь у меня уже узнаете это лобелия разная и вот это вот это конечно да мы не неоднократно писали в комментариях конечно это не лобелия это очень похоже на действительно либо фиалку рогатую либо анютину глазку ну вот вы представляете конечно чего творят производители семян сразу я уже рассказывал с изначально было ясно что это что-то странное когда я села потому что семена были очень крупными по сравнению с классической лобели и вот что выросла не рассчитывал я в этом году выращивать конечно анютины глазки и вообще не рассчитывал не в этом году когда-то наверное лет семь назад я еще на заре скажем так своей дачной деятельности посеяла анютины глазки посеяла их в открытый грунт и в общем то я хочу вам сказать что это достаточно как нельзя сказать назвать это растение сорняком потому что в принципе это красивый цветок но конечно они очень хорошо сеется происходит самосев и эти анютины глазки потом меня вылезали по всему участку не только на клумбе где я села в самых странных местах и на газоне и в дренаже ну в общем рассеялись сами расселились в общем после этого я как-то не знаю занялась другими цветами и больше их не села но в этом году вот вынуждена понимаете вообще я уже тут так сама про себя смеюсь очень интересная ситуация получается знаете как кукушка которая прилетает в гнезда к другим птичкам выкидывает их яйца яйца там допустим маленькие какие-то маленьких птичек и откладывает свои гигантские яйца и соответственно вот птица нормальная она начинает высиживать вот этих вот кукушат и у меня в этом году ситуация аналогично место маленьких семян лобелей мне подкинули большие кукушечки скажем так семена гигантские и я просто вращу вот нечто не знаю что будет ну уже конечно я выбрасывать не буду буду ждать пока это чудо зацветет вот это вот птенцы кукушки так называемые сажать я буду их уже не в открытый грунт потому что я не хочу самосева сажать я буду в горшочке вот вместе с лобелей и будут значит у меня в этом сезоне они у тебя на глазки ну хорошо или или просто фиалка в общем продолжим с вами наблюдать за этой интересной ситуации но опять же я хочу сказать конечно вот когда ты покупаешь семена ты можешь купить просто кота в мешке как получилось у меня это вообще должна быть голубая лобелия тут даже написано лобелия сапфир но теперь будет вероятно какая-то фиалку уж не знаю какой окраски да ну остальные лобелия себя прекрасно чувствует требует опять стрижки посмотрите разлохоматилась ведь вот этот по идее надо вот так вот все отрезать потому что до высадки я еще сидеть до высадки в кашпо в горшке вот и обязательно наверное сегодня как раз ее и подстригу так ну вот общий вид рассады на балконе а теперь мы с вами переместимся на подоконнике там ситуация есть моменты которые меня начали напрягать но обо всем я сейчас вам расскажу вот друзья переместились мы с вами на первый подоконник и тут вы можете увидеть сейчас не знаю солнце конечно сюда светит ну видно значит рассада перц вообще отличная к ней у меня нет никаких претензий смотрите какие жирненькие перчики хорошие так дальше что я вам покажу это баклажанчики тоже прекрасная рассада и теперь мы с вами перейдем к помидорам и есть моменты которые меня начинают немножечко смущать и давайте с вами вместе логически подумаем что это может быть что меня смущает конкретно некоторые листья вот посмотрите сейчас я попытаюсь фокусироваться начинают выглядеть вот так с этой стороны вот так с противоположный сейчас попробуем сделать фокус так вот таким образом с противоположной стороны немножко начинает вот видите здесь вот видно по краю подворачиваться как бы увидать и более скажу что вот это семидоли они зеленые но здесь еще было допустим два листа и они начали увидать при этом верхушки остаются зелеными вот вроде бы все нормально есть помидоры кстати которые совсем прекрасно выглядит вот это сорт розовый фламинго вот он он прекрасно без всяких признаков а есть помидоры которые вот не знаю проявляют какие-то странные признаки значит мои были рассуждения по этому поводу но первое что мне пришло в голову это эдема отек а чего бывает вы наверное все знаете это переувлажнение почвы но тут есть два момента в общем то я с поливом не усердствую и более того я уже тут понатыкала пальцами в эти пакеты земля не могу сказать что там месиво она чуть-чуть влажное вот видите то есть я даже тут прорыхлила и как бы грунт очень хорошо подсох то есть я читала что эдема в принципе это обратимый процесс и при она возникает при переувлажнении при скученности растений и при повышенной влажности вообще вот ну как бы в квартире и при высокой температуре ну да у меня все это стоит под батареи возможно создались такие условия возможно немножко вот тут скученность есть на подоконнике да но до такой степени чтобы как бы вот была такая ситуация с отеком ну не знаю возможно возможно такой вариант скажу так значит но это был бы самый лучший по мне вариант потому что с отеком я уже знакомая я знаю что ситуация обратимая до заливала я когда-то были года когда я заливала свою рассаду чего-то там вот я переусердствовала но это все обратимо следующие какой момент заболевание грибковая из-за грунта вот это вот уже конечно страшно это уже страшнее я не знаю что с этим можно сделать ну как говорят пролить фунгицидом марганцовкой вы знаете я просто честно говоря боюсь вообще что боюсь что-либо предпринимать потому что вроде бы ситуация не настолько критично и что вот все мгновенно на глазах это какой-то медленно текущий процесс поэтому я боюсь пока что либо предпринимать и еще пока понаблюдаю конечно при необходимости ну придется чем-то обработать третий вариант недостаток каких-то питательных веществ но в общем то вот если логически порассуждать вот этот грунт я специально почитала что входит состав и в него включено уже комплексное удобрение то есть я вообще не сторонник подкормок рассады каких-то если она себя чувствует нормально по крайней мере до высадки в открытый грунт ну вот я считаю вот перцы выглядит нормально чего их удобрять зачем им это надо значит им всего хватает здесь же я не знаю честно говоря и наверное наверное у меня есть комплексное удобрение удобрение для рассады и вот сегодня я как раз все-таки попытаюсь чуть-чуть слегка полить их с удобрением посмотрю как они на это отреагируют то есть вот есть три варианта и самое страшное для меня это конечно что-то с грунтом потому что знаю даже что делать в этом случае экстренно куда-то пересаживать у меня нету грунта закупаться опять вот таким количеством на пересадку но и понимаете это это конечно ну даже не знает самый последний вариант которому я конечно буду прибегать если начнется массовая гибель вот но все таки я раньше может быть вы у кого-то такая же ситуация сейчас что-то подскажете мне сейчас мы еще с вами пойдем в другую комнату там еще стоит такой лоточек с томатами и там вот эти признаки более видны и причем причем вы знаете я заметила что в основном эти признаки они больше появляются на высокорослых томатах вот например вот этот вот этот черри вот на черри на крупноплодных томатах вот появляется такая ерунда так что вот друзья есть некоторые опасения не знаю сразу скажу что этой рассаде находиться в квартире я надеюсь если ничего не нарушит мои планы осталась неделя то есть не выйти выходные в следующий я все-таки планирую великое переселение буду вывозить все это уже на дачу вот под майские праздники ну что давайте пойдем в другую комнату сейчас я вам покажу ситуацию с томатами там так вот друзья мы с вами перешли в другую комнату и посмотрите тут что происходит то есть в целом в целом я не могу сказать что это рассада выглядит как-то вот но очень очень плохо в принципе она выглядит неплохо но у меня вот сильно смущает вот так там с минуточку вот это так обратная сторона листа покажу так где еще еще будет показательный лист вот этот этот листочек тоже какой-то то есть такое что-то все вроде ничего но что-то не то что-то не той поэтому конечно я очень хочу быстрее вывести это все на дачу все-таки там будет прохладнее хотя я начал человек закалять я открываю окно уже у меня они тут стоят с открытым окном с приоткрытым окном скажем так вот и в общем то так сейчас я вот наверное еще листик покажу минуту сейчас вот здесь вот будет показательно что не фокусируешься то вот фокус вот такой вот вот такой вот листик вот такой вот листик вот он с другой стороны паразитов нет на паразиты проверила чисто но эти листики начинают вот постепенно увидать и в общем то отпадать на некоторых томатах не на всех потому что смотрите вот опять же стоит вот этот томатик вот он вот прекрасной форме а рядом вот такая вот картина вот что это опять же грунт сухой я прям чувствую сухой застой воды внизу нет опять же я говорю я проверяла вот не знаю если если у кого-то уже был опыт такой я каждый год конечно что-то с рассадой происходит но просто у меня был год на самом деле когда у меня я потерял всю рассаду тоже по какой-то непонятной причине просто молниеносно все закончилось и естественно пришлось покупать все у бабушек на станции вот и очень не хотелось бы повторение этой ситуации в общем вот так вот радовалась я хорошим помидорка ну вот видимо не все тихо в датском королевстве как говорится не все спокойно и что-то что-то такое что-то не то происходит но тем не менее сейчас удобрю чуть-чуть полью потому что зима земля очень сухая и понаблюдаю как они отреагируют прежде всего на подкормку вот друзья это был такой небольшой ролик про мою рассаду сегодня у нас 11 апреля если кому интересно вот и где-то через ну чуть чуть побольше чем через неделю все это уже уезжает на дачу на этом я буду с вами прощаться вам всем желаю хорошего настроения здоровый главное крепкой рассады и обязательно с вами увидимся в новых видео а возможно даже и на даче всем пока